Привет, слушатели подкаста Touring Bike Time. Меня зовут Саша. Давно не виделись. С марта месяца, если я не ошибаюсь, выходил последний третий выпуск подкаста про велопарк. Почему, спросите, такой перерыв был? Ведь карантин, куча свободного времени. Казалось бы, подкасты можно выпускать на регулярной основе. Но у меня, как у некоторых людей, кто-то в связи с карантином потерял работу, кто-то в связи с карантином, наоборот, начал работать в два раза больше. Вот у меня как раз получился второй вариант, когда работы стало непомерно много, соответственно, видосы выходили редко, то есть за период карантина вышло всего два видео, чему мы, кстати, тоже не особо рады. Я сегодня записываюсь один. Игоря подготовка к ЕГЭ, к экзаменам. У него 11 класс, соответственно, у него сейчас времени посвящаться проекту не так много. Единственное, что у нас работает бесперебойно, как всегда, это Яндекс.Зен и это группа во Вконтакте, так как это можно делать все в фоновом режиме, публиковать контент, писать статьи не так долго и запарно, как, допустим, записывать и обрабатывать видео, либо записывать подкасты. Вот, казалось бы, подкаст настолько простая тема. Включил микрофон и разговариваю себе. Но, чтобы сделать подкаст качественным, особенно мне, с моими речевыми оборотами, оговорками и достаточно скудной речью, приходится делать сильную постобработку. Соответственно, подкаст занимает тоже достаточно большое количество времени. Я записываю не на студии, я записываю его дома, в колхозных таких условиях. Купил себе, кстати, пенокартон. Теперь у меня по бокам от компьютера два листа шумопоглощающего вот этого вот пеноматериала, которым обшивают студии. Надеюсь, то, что эхо станет немножко поменьше, да и качество звука тоже должно чуть-чуть улучшиться. Посмотрим, как это будет выглядеть на постобработке. Ну да ладно, хватит вступлений. Давно мы не виделись. Я всех вас рад видеть, потому что много уже ребят, которые нашли нас на Яндекс.Музыке, которые нашли нас в iTunes, написали в личку во Вконтакте, говорят, ребята, классные у вас подкасты, почему так редко записываете? Вот сами себя корим за то, что так редко записываем. Постараемся выпускать их почаще. Сегодня хотелось бы вынести на тему обсуждения три пункта. Первое это велоиндустрия после карантина. Немножко поговорим о том, как сейчас обстоят дела с туристическими брендами, что сейчас можно купить, что нельзя купить, что перенеслось и как вообще карантин повлиял на сферу велотуризма. Вторая тема это про байпакинг. Мне наконец-то приехали фидбэги и бахилы от Кайлера. Хочу о них немножечко упомянуть. Заказал себе задний фьюл тэнк от компании Icepack в Чехии. И немножко поговорить про сумки Roseville. У нас много сумок Roseville и уже есть какой-никакой опыт пользования сумками данного бренда. И, к сожалению, результаты будут неутешительными. Ну и завершить тему байкпакинга хотелось бы с сумкой It's a Good Bag, про которую, кстати, есть обзор на канале. Обзор, к сожалению, схватил очень много дизлайков и дизреспектов, но об этом мы поговорим чуть позже. И завершающая третья тема это планы по покатушкам. Планировалась поездка в Рязань, планировалась поездка в Бородино и мы думали по поводу поездки в Беларусь. Соответственно, сейчас планы сильно изменились и вот как раз хотели бы обсудить и поговорить о планах, куда поедем, что будет дальше. В прошлом подкасте мы разговаривали про велопарк. Если вы слушали данный подкаст, то вы сейчас будете в теме. Если вы не слушали предыдущий подкаст, то советуем вам с ним ознакомиться. Там мы обсуждали бренды, которые были на этой выставке, что они представили, что нас зацепило и с кем удалось посотрудничать. Начнем, пожалуй, с моих любимых Шульцов. Вы знаете уже, что мы брали у них на тест Шульц Бойз Донт Край. Это дропбар МТБ велосипед на 27,5 колесах. Классный велик, добротно сделан и за отличную цену. В принципе, все туринги, которые выпустили Шульц, они максимально крутые за свою цену и к ним не придраться. Мы хотели взять после Бойз Донт Края сразу же Вандерер, но, как оказалось, их разбрали как горячие пирожки. Было несколько тестовых велосипедов, если я не ошибаюсь, их было три в разных ростовках, и они сразу же разлетелись по тестировщикам. И как только все велосипеды раздали, объявляют карантин. Мы пишем менеджеру Даше, спрашиваем, можно ли взять велосипеды какие-нибудь на тест, на что нам прилетает ответ, мол, ребята, извините, все велосипеды раздали, но, к сожалению, вернуть их сейчас нет возможности, так как объявлен режим самоизоляции, и вряд ли кто-то эти велосипеды привезет. Мы писали Даше каждый месяц, уточняли по поводу наличия велосипедов, смогли ли их вернуть, не смогли. В итоге их не вернули. Соответственно, мы не смогли взять на тест ни Лоун Рейнджер, который нас заинтересовал, ни Шульц Вандерер, который нас тоже очень сильно интересует. На него смогли снять обзор только пара человек в интернете, кто успел его урвать. Личных же тестов тоже максимально мало. Мы сожалеем, что нам он не попал в руки, мы бы запилили классный обзор, личные впечатления, смогли бы его адекватно протестировать, но, к сожалению, не судьба была. Сейчас режим самоизоляции сняли, соответственно, все компании начали снова работать, в том числе и Шульц. Ну и мы сразу пишем, так вот, Даша, можно ли взять велосипеды, где они есть? А на что приходит ответ, ребята, к нам приехала партия новых велосипедов, у нас сейчас полный аврал, к сожалению, тесты пока не производятся. То есть на тесты велосипеды пока не выдаются. И мы такие разочарования думаем, когда, чего, непонятно. Нам не назвали никаких сроков, соответственно, ждем, ждем с нетерпением, как только сможем получить какую-то адекватную обратную связь, дадим знать в Инстаграме, во ВКонтакте. Опубликуем обязательно и начнем дальше плодотворно сотрудничать с Шульцом. Что по Вандерерам? Вандерер один из самых востребованных велосипедов Шульца, который разлетелся по предзаказам, на который сейчас предзаказ тоже, по-моему, нельзя сделать, если я не ошибаюсь. Мы хотели тоже уточнить, когда вообще будут велосипеды, потому что некоторые подписчики нас спрашивают, мол, хотим купить, но на сайте, как обычно, нет ничего. Ни ростовок, ни размеров, вообще Вандерера нет в наличии никакого. По нашей информации, которую мы получили вот буквально на прошлой неделе, Вандерер будут в конце июля, в начале августа. Соответственно, те, кто хотели купить данные байки, простите, ребят, вам придется сильно долго подождать. В итоге вы можете весь сезон сейчас остаться без велосипеда. Так что, если у вас были какие-то альтернативы, которые вы рассматривали Шульцу, рассмотрите их, если вам нужен срочно велосипед на сезон. Если вы готовы ждать и надеетесь, что все-таки, может быть, осень будет неплохая, теплая и можно будет покататься вдоволь. Либо, если вы вообще не закрываете сезон, скорее всего, не будет никаких у вас проблем и вы сможете дождаться августа и отхватить своего заветного Вандерера. Это вот все по Шульцам. Соответственно, они работают, они сейчас разгребают все свои контейнеры, которые им приехали с велосипедами и начнут потихоньку их продавать. Потому что сейчас самый-самый-самый сезон июнь-июль будут переть продажи только вверх. То же самое, кстати, касается и на байка. Переходим теперь к инобайку. Мы с ними списались, сказали, что вот есть такой паблик Туринг Байк Тайм, мы много всякого контента делаем, записываем подкасты, записываем видео, пишем статьи. Дайте нам, пожалуйста, инобайк Тревелер Сон. Называется вот этот велосипед, который мы обозревали на выставке Велопарк. Можете это видео посмотреть тоже на нашем канале. Мы были в позитивном шоке от этого классного велосипеда. И это, по факту, самый доступный из российских фэтбайков, у которого есть бонки на вилке. В прошлом подкасте мы тоже о нем говорили, и он оставил наиприятнейшие впечатления. Соответственно, хотим тоже взять его на обзор. И, возможно, если нам дадут его на более длительный срок, мы бы хотели съездить на нем в небольшой поход выходного дня. Но спланировав маршрут в основном не по асфальтовым дорогам, а именно по бездорожью, лесным тропам и гравийке. Чтобы получилось такое мини-дерт-туринг-путешествие. Можно так это назвать. Соответственно, и на байк нам ответили. Сказали, что им интересно. И это нас тоже обрадовало, что им интересно. Но у них тоже сейчас идет сезон продаж. И они сказали, ребятки, давайте спишемся с вами в июле. Мы сказали, да, окей. Давайте отложим до июля. Соответственно, июнь у нас вообще получается по факту мертвый. И за июнь выйдет там максимум, наверное, только два видео. К сожалению. К сожалению, как бы это было не печально. Что по поводу Дабл Спорта. А с Дабл Спортом мы тоже общались на выставке. Взяли у них контакты. Я написал им сообщение. К сожалению, ответа никакого не получил. Видимо, они его либо не прочитали, либо им стало неинтересно. Что у них сейчас происходит? Ну, скорее всего, тоже продажный сезон. Все углублены в продажи, потому что должны были начать уже продавать велосипеды в апреле, в мае месяце. Соответственно, сейчас все эти продажи сдвинулись. И большинство из производителей сейчас находится в агонии, чтобы заработать побольше денег. Чтобы вернуть, грубо говоря, себе ту прибыль, которую они потеряли за два с половиной месяца самоизоляции. И их можно понять. Соответственно, всем хочется пожелать из производителей и магазинов удачи. Чтобы у них все наладилось. И чтобы побыстрее они разгребли все свои дела и смогли снова адекватно сотрудничать. Мы этого очень хотим, потому что нам нужен контент. Нам нужны видео. И мы будем ждать, пока они все это дело разгребут. Ну и в принципе все. Если резюмировать первый пункт. Велоиндустрия после карантина. Можно назвать ее так. Производители в агонии быстрее пытаются наладить логистику, чтобы снова продавать велосипеды. И восстановить прибыль. Соответственно, интересов по сотрудничеству сейчас по минимуму. И это не может не радовать с точки зрения как покупателей. Потому что все мы с вами любим велосипеды. Все мы с вами хотим их покупать. На них кататься. И соответственно, когда эти велосипеды нельзя купить. Мы расстраиваемся. А когда производители сейчас сбросают все свои силы на то, чтобы все наладить. Это не может не радовать. И это хорошо. Переходим к следующей теме. Тема байкпакинга. Мы, кстати, в подкастах никогда еще не обсуждали именно какие-то сумки, какие-то товары. Поэтому сегодня и попробуем. Начнем с компании Кайлер. Я заказал себе от них два фитбэга и бахилы. Которые водонепроницаемые и ветронепродуваемые. Но заказывал я их в марте месяце. Очень давно. Я, конечно, понимаю, что был режим самоизоляции. Много чего было закрыто. Плохо работали доставки. Люди вообще не понимали, что происходит. Российский бизнес-сегмент был не готов к режиму самоизоляции. Соответственно, было вообще непонятно, как что будет происходить. Заказ я сделал 31 марта. Но приехал он вот только буквально неделю назад. Остатки. Сейчас расскажу историю. В общем, все я заказал. Жду ответа. Проходит неделя. Проходит две. Проходит три. Я такой думаю, нет никаких вестей от Кайлера. Уже оплатил. Мне пришел чек на почту. Хочу уже получить свой заказ побыстрее. В итоге пишу на почту. Спрашиваю. Ребята, добрый день. Так-то и так-то. Делал заказ практически три недели назад. Не получил от вас никакой обратной связи. Где мой заказ вообще едет. В итоге мне звонит Дмитрий. Мы с ним лично поговорили. И оказывается, они вообще забыли про то, что должны были собрать для меня этот заказ. В ходе разговора выяснилось, что бахил нет в наличии. Их нужно шить. Могут отправить только два бочонка. Спрашивают. К чему я готов? Либо разбить заказ на две части. Получить бочонки сейчас у бахила чуть-чуть попозже. Либо подождать две недели. После чего получить сразу полностью весь заказ. Я подумал, что мне в принципе не срочно. Говорю, давайте подождем две недели, чтобы вы заказ отправили без дележки. Потому что дележка это, как всегда, дополнительный геморрой. Что-то там потеряется. Что-то там не отправится. Подумал я. Но я не знал, что меня ждет в будущем. В итоге бахилы я ждал не две недели, а тоже практически месяц. Тоже писал периодически калеру на почту. В итоге добился того, что заказ отправили в конце апреля. Я радостно и думаю, вот сейчас скоро получу. Доставка происходила где-то около недели из Волгограда в Москву. После того, как в начале мая я получаю заказ, я такой радостно иду домой. Думаю, вот наконец-то приехал. Сейчас все поставлю, буду тестировать. Распечатываю посылку. И в итоге не доложили один фидбэк. Я опять расстроенный. Пишу на почту, говорю, добрый день. Вот так-то и так-то не доложили один фидбэк. Приехали бахилы, приехал фидбэк, второго фидбэка нет. Проверили посылку на герметичность. Я говорю, да, она была закрыта. Никаких признаков вскрытия или повреждений нет. Соответственно, это был косяк самого Кайлера, который просто тупо не положил его. В итоге сказали, да, фидбэк отправим. Окей, ждем. Проходит неделя, проходит две. Я снова пишу Кайлеру, говорю, типа, где, где мой фидбэк? Отправьте его, пожалуйста. Мне говорят, да, скоро отправим. В итоге вся вот эта канитель с логистикой продлилась еще как минимум 3-4 недели. И вот только неделю назад я смог получить свой последний фидбэк. С одним фидбэком я уже успел покататься, съездить в поход выходного дня. Про который, кстати, мы отсняли видео. Оно выйдет до конца месяца на нашем YouTube-канале. И я остался под хорошим впечатлением от этого фидбэка. Мне он понравился. И что самое прикольное, этот фидбэк можно закрепить на рулевой стакан. То есть, если у вас большая ростовка велосипеда, у вас достаточно высокий рулевой стакан. А у гравийных велосипедов обычно высокий рулевой стакан. У Кайлера есть возможность закрепить его не на руле. Точнее, на руле вы тоже можете его закрепить. И можете закрепить его на рулевом стакане. То есть, у вас два вида крепления. Мне как раз вот этот второй вид крепления понравился намного больше, потому что руль освободился, стал таким чистеньким, прям как я люблю, минималистичным, а рулевой стакан, который был огромный и который всем бросался в глаза и спрашивали, типа, почему у твоего велосипеда такой высокий рулевой стакан, зачем это сделано? Ну вот, видите, практическое применение ему нашлось. Я повесил фидбэк этот, полностью его забил, он достаточно вместительный, в него поместилось два штатива, восемь, по-моему, разных батончиков на перекус и в сеточку боковую, которая идет внешне, отлично помещалась экшн-камера. Я остался доволен этим фидбэгом, он себя отлично проявил, к сожалению, под сильным дождем я его не испытывал, поэтому не могу пока сказать по поводу его влагозащиты, но небольшой, кратковременный, 10-минутный дождь он выдержал на ура. Ну, было бы глупо, если бы он промок, потому что, как заявляет производитель, что он выдерживает средний дождь, там, до 15 минут и более, так что я думаю, с ним все будет в порядке. Вело-бахилы еще не испытывал, но на первый вид они сделаны максимально качественно, они очень понравились. Почему я заказал именно эти вело-бахилы? Ну, во-первых, потому что нет альтернативы, и вторая причина, зимой мерзнут ноги. Я доволен практически всей своей одеждой зимней, что касается термобелья, куртки, штанов, обуви и всего прочего, я практически полностью всем доволен. Единственное, чем я был недоволен, это то, что в зимний сезон постоянно замерзают ноги. Сколько бы ты теплых носков не надел, какие бы теплые ботинки ты не надел, они все равно продуваются. И единственный вариант решения проблемы был как раз попробовать заказать вот эти велосипедные бахилы. Так что теперь холодные сезоны, в зимние, в осенние я теперь буду кататься с данными бахилами. И обзор, скорее всего, выйдет тоже глубокой осенью, в начале зимы, когда я смогу их адекватно протестировать. Покатаюсь в них под снегом, покатаюсь в них в мороз на большой скорости, съезжу куда-нибудь на дальняк и посмотрю, как они себя проявят. Переходим к Fuel Tank от компании Icepack. Icepack это чехи, мне безумно нравится эта компания. Вот сугубо лично, они прям крутые и офигенные ребята. К сожалению, в России официального дистрибьютора нет, но я знаю то, что данные сумки можно купить у магазина Sport Marathon. Это не реклама, забудьте, забудьте, забудьте. Потому что мы маленький канал, у нас мало подписчиков, так что можете даже не заикаться про рекламу, это не реклама. Если кто-то интересуется сумками Icepack и хочет их купить, то Sport Marathon это просто единственный вариант. Да, там Overprice, это безумно дорогой магазин, они торгуют только топовым туристическим оборудованием и у них единственный вариант купить эти сумки пока что, к сожалению. И я у них заказал задний Fuel Tank. Для тех, кто не знает Fuel Tank, это нарамная сумка. Есть передняя, которая крепится за рулевой стакан, и есть задняя, которая крепится за подседельный штырь. Сумка качественная, сделана из кордуры, молнии YKK, все по классике, Аквагард. Сумка не промокает, сумка отлично прошита, она компактная и в принципе могу ее советовать. И стоит она не так сильно дорого, то есть можно в принципе за полторы тысячи рублей эту сумку купить. Так что если вы ищете задний Fuel Tank, то Icepack это наверное один из лучших вариантов, потому что Алиэкспресс нам никаких аналогов задних Fuel Tank не предлагает. По крайней мере я этого не видел. Если вы видели на Алиэкспрессе задние Fuel Tank, пожалуйста напишите в личку во Вконтакте, либо в Инстаграме скиньте. Очень интересно было бы посмотреть. Мы не нашли такие сумок, соответственно единственным вариантом был Icepack. У них есть куча и других классных сумок, я уже даже присматриваюсь к переднему Fuel Tank. Мне понравилась его конструкция, такого по типу гермомешка, у него боковинка скручивается и закрывается на фастекс. Это достаточно интересно и прикольно сделано. Я возможно ее как раз посмотрю вживую, если удастся, и после этого уже решу, буду я ее покупать или нет. Пока что езжу с передним Fuel Tank от китайской компании Rino Volk. Вы все знаете то, что мы коллектив Touring Bike Time любим бренд Rino Volk, как один из самых доступных и максимально качественных брендов с Алиэкспресса, которые продают байпакинг и сумки для велопутешествий. Я теперь уже начинаю задумываться над заменой своей передней боковой сумки от Bitwin из Decathlon на более компактные и водонепроницаемые от Rino Volk. Игорь сейчас пользуется задней сумкой и штанами, тоже от Rino Volk. И у нас уже есть статья на Яндекс.Зене, можете зайти ее почитать. Все сумки, которые мы брали от данного бренда, всеми остались довольны. Ну то есть реально, за тот прайс, который они предлагают, и тот функционал, и водонепроницаемость, это прям must-have. Это лучшее, наверное, что можно найти. А теперь плавно переходим к другому китайскому бренду. Это бренд Roswell. Мы пытались себя заставить и поверить, что это хороший бренд, это хорошие сумки, и что они ничем не уступают Rino Volk. Но на практике оказалось все совершенно иначе. Хотелось бы начать издалека. Roswell сначала начал пользоваться я, потом некоторые сумки от Roswell заказал Игорь. И началось все с задних сумок штанов. Когда мы захотели еще до покупки турингового велосипеда поставить на наши МТБшки задние багажники, соответственно, нам нужна была задняя сумка штаны. И первое, на что я наткнулся на Алиэкспрессе, это как раз был бренд Roswell. И вот от них есть задняя сумка штаны, которая на первый взгляд оказалась достаточно качественной, которая была функциональной, у которой было много кармашков, и она была достаточно вместительной. Но на практике оказалось то, что после двух-трех заездов данная сумка начала протираться. К сожалению, от вибраций, от загрузки, от багажника, от трения в ней начали появляться дырки. Это не очень хорошо. Сумка прослужила достаточно мало, около, наверное, двух сезонов всего отъездили с ней. И она уже начала приходить в негодность. Плюс под проливным дождем она тоже себя плохо показала. К ней в комплекте шел водонепроницаемый чехол, которым мы обычно всегда забывали. И, соответственно, сумка промокала. Кстати, вот Рина Волк, что им огромный плюс, что они изначально идут водонепроницаемые. Они сделаны из очень плотного прорезиненного полиэстера, для которого не нужны внешние чехлы. Это реально прям победа. Это реальная победа. Насколько я знаю, у них вообще никакие сумки не заявлены как полностью водонепроницаемые. Поэтому это еще один минус, в принципе, всему бренду, всему, что они производят по байкпакингу. Если вы знаете какие-то модели от Росвилла, которые полностью водонепроницаемые и стоят на уровне с Рина Волком, тоже скиньте, пожалуйста. Было бы интересно посмотреть. Из всех сумок, которые мы заказывали, ни одна не выдержала тест на влагу. После сумки штанов, после того, как я приобрел Туринг, захотелось поставить маленькую переднюю сумку на руль, чтобы класть туда всякую мелочь и смартфон. Соответственно, данная сумка оказалась малофункциональной. Внутри практически не было никаких ниш. И боковые карманы были тоже мало вместительные. Она была как сумка-затычка на некоторое время. Ну и, в принципе, она достаточно неплохо себя проявила. Лучше, наверное, из всех тех сумок, которые мы покупали. Она себя хорошо проявила. И она до сих пор у нас лежит как запасная. Если мы захотим там с друзьями куда-то поехать покататься надолго, то мы имеем всегда запасной комплект сумок. Потому что не все интересуются туризмом, не все с собой возят много вещей. И вот эти запасные сумки, они всегда у нас лежат, чтобы мы могли ими воспользоваться. После покупки передней сумки я задумался о задней подседельной. И задняя подседельная это самое большое разочарование из всего того, что я покупал на Алиэкспрессе. Во-первых, данная сумка не держит форму. Она была, по-моему, на 12 литров, если я не ошибаюсь. Когда я ее загружал полностью, она переламывалась на половине. Ну, то есть она, грубо говоря, пополам складывалась. И это не единичный случай. Вы можете посмотреть, например, на канале Александра Стерликова, по-моему. Это друг Саши Лепаты, который тоже там работает в каком-то магазине украинском. И постоянно делает обзоры вообще всех велосипедов, которые к ним там приезжают. Достаточно неплохой чувак. К сожалению, вообще не харизматичный. Мне, например, не особо интересно его смотреть. Но у него было пару интересных видео с путешествия по Кипру. Где он путешествовал со своим другом. У его друга тоже был Марин Фор Корнерс, 19-го года, точно такой же, как у меня. И его друг купил точно такую же Росвиловскую сумку, которую купил я. И он все это велопутешествие проехал с вот этим вот непонятным отбисшим бананом сзади. Что выглядело просто отвратительно и неудобно. То есть сумка пропускает влагу. Сумка не держит форму. И, как итог, сумка протерлась от подседельного штыря. Буквально после двух-трех каток от подседельного штыря Марина эта сумка протерлась. Я это, кстати, рассказывал в видосе про обзор подседельной сумки Ирина Волка. С которой я, кстати, до сих пор езжу. И она меня устраивает. Также есть на нее статья на Яндекс.Дзене с рассказом. Так что чекайте, читайте, комментийте, лайкайте. Будет очень приятно. И, соответственно, после этой сумки я уже решил, что все. Табу, больше ничего от Росвилла заказывать не буду. И последняя сумка, которую я от них заказал, это внутрирамная сумка. Я с ней проездил уже около четырех месяцев. Сразу же после ее приезда я поехал с ней в Соточку. Мне она нравилась. И я думал, вот, наконец-то, Росвилл Атак. Внутрирамная сумка. Это единственная сумка, которая может оправдать данную компанию в моих глазах. И я так думал до последнего момента. Пока не снял эту сумку и не начал мыть велосипед, оказалось, что данная сумка сильно красится. Если у вас велосипед не черный, а любого другого цвета, можете забыть о своем лакокрасочном покрытии. Странно, что многие другие сумки, такие как Риноволк, например, они в принципе не красятся. То есть у них вот этот прорезиненный материал, водонепроницаемый, он достаточно такой гладкий и матовый. При этом он практически не оставляет никаких следов ни на раме, ни на подсидельном штыре, вообще нигде. И она не линяет. С сумками же Росвилл какая-то хрень по качеству. То они рвутся, то они перегибаются, то они недостаточно функциональные. Вот эта сумка протерла раму, хотя была зафиксирована максимально жестко и в ней практически не было никакой болтанки. Просто у нее вот эта вот какая-то матовая, порошковая, не знаю, какая-то краска шершавая, сама по себе в местах соприкосновения с рамой оставила кучу черных следов. Если вас это не парит, можете смело покупать. В принципе сумка достаточно добротная. Именно серия Росвилл Атак. То есть дешевле Росвилл лучше вообще не рассматривать, потому что это полная параша. А если вас это тоже парит и вы не хотите, чтобы ваш велосипед портился от дешевых сумок, лучше рассмотрите сумку от Рина Волка. За нее мы можем вручаться то, что данные сумки не покрасят вашу раму просто так от обычного использования. Одно дело, если сумка бы болталась, создавала трение, я бы понимал, что трение образовывается на непустом месте. То есть значит сумка плохо зафиксирована. Данная же сумка была максимально плотно прижата к раме и при этом она не терлась, она просто покрасилась. Вот непонятно от чего. Это достаточно странно. И последняя сумка от Росвилла, которую мы пользовались в нашей команде, это передняя нарульная сумка Игоря. И с ней тоже не все хорошо. После полугода эксплуатации начались проблемы с молниями. А именно сломался язычок. Отвалился от бегунка и теперь он как-то приноровился ее так застегивать, эту сумку. В общем, все сумки, которые мы тестировали командой от Росвилла, а их, как вы видите, накопилось уже достаточно много, мы можем сделать уже адекватный вывод, что Росвилл это так себе компания и рассматривать сумки от данного бренда мы бы не советовали. Это личный субъективный совет от нашей команды. Вы можете к нему прислушиваться, можете к нему не прислушиваться. Это ваше дело, наше дело просто донести до вас информацию, а дальше уже можете думать сами. Переходим плавно к It's a Good Bag. Много было уже про эту сумку сказано. Данная сумка собрала кучу негативных комментариев и дислайков на ютубе из-за того, что я по словам комментаторов слишком сильно придирался к мелочам. Но я до сих пор считаю, что мелочи это залог успеха. Именно в этом состоят крупные классные бренды, которые достигают вершин. Взять ту же самую Apple. Многие их не любят, но я как сторонник минимализма, сторонник мелочности, я люблю все мелочи, чтобы они были проработаны. Если у меня на вторую неделю эксплуатации сумки начинают стираться молнии, начинает облизать краска, я считаю, что это ненормально. Кстати, вот тоже по поводу молний так вскользь упомяну. Те же самые, например, Ice Pack, которые ко мне приехали, имеют точно такие же молнии, как у It's a Good Bag. То есть это компания YKK, Aquaguard. Но Ice Pack сделали более умно. Они данную молнию не стали красить черной краской. Они сделали тонировку. Соответственно, данная молния не будет облизать и не будет выглядеть как какая-то параша. Соответственно, я не понимаю, почему на меня в комментариях накинулись из-за этого злые люди, которые начали писать, что это все херня, это все не важно. Да, не спорю, для вас это может быть не важно. Но в данном обзоре я хотел максимально подробно разобрать каждый элемент данной сумки. Главная цель была рассказать потенциальному покупателю этой сумки, с чем ему придется столкнуться. Если тебе насрать на это все, замечательно. Если тебе важна вот эта мелочность, вот эта информация, которую я сказал, ты будешь ее знать перед покупкой. И в этом был самый главный смысл обзора. Люди этого посыла, к сожалению, не поняли. Соответственно, видео схватило слишком много дизлайков и негативных комментариев. В итоге я от этой сумки отказываюсь. После полугода использования я понял, что данная сумка мне не подходит. Таких мелочей, как молния, оказалось достаточно много. Данная сумка не подходит на использование просто на руле-бароне, потому что она свисает вниз. Она протирает рулевой стакан. В таком положении сумки невозможно пользоваться кармашком для смартфона, потому что смартфон наклонен, грубо говоря, от вас. И если вы заметите на видео Саши Лепоты, где он ездит в велопутешествие, у него данную сумку постоянно подпирает туристическое снаряжение на переднем багажнике. Соответственно, у него кармашек, который крепится сверху на данную сумку, направлен всегда ему в лицо. Но при этом, если вы катаетесь с данной сумкой и с рулем бараном, что важно, потому что руль баран, у него все провода и рубашки тросиков спрятаны под обмоткой. Соответственно, сумка висит, грубо говоря, на рулевом стакане. А с флэтбар, версиями рулей, данная сумка висит именно на гидролиниях и на рубашках тросиков. Соответственно, она не свисает вниз, не протирает рулевой стакан. И ей можно комфортно пользоваться в велопутешествиях, потому что кармашек, который закреплен, он тоже смотрит на вас. Потому что сумка, грубо говоря, висит на этих рубашках. А с рулем баран, оказывается, пользоваться неудобно. Еще одна из причин пропадает верхний хват. Тоже относится к рулю барану. Еще одна причина. Данная сумка неудобна в использовании на велосипеде. Данная сумка не может заменить полноценный рюкзак. Данную сумку неудобно носить в виде бананки. Я думал сначала записать видео после полугода эксплуатации, чтобы поподробнее рассказать о всех нюансах. Но после того, как вижу, что постоянно-постоянно до сих пор приходят негативные комментарии, закреплять за собой клеймо хейтера Лепоты, наверное, не очень хочется. Хотя я не являюсь хейтером Саши. Я к нему достаточно хорошо отношусь. Он сделал огромный вклад в развитие велотуризма на территории СНГ. И у него есть хорошие вещи, которые он делает. Он является одним из вдохновителей нашего канала. Потому что без него, скорее всего, мы бы и не додумались сделать свой паблик во ВКонтакте, а потом уже и другие социальные сети. Мы благодарны Саше за его вклад в развитие велотуризма, но не хотим замалчивать то, что он делает ради хайпа, ради маркетинга и ради личной наживы. К сожалению, сумка It's a Good Back, по моему сугубо личному мнению, это не объективное мнение. Я считаю, что эта сумка не достойна вашего внимания. Она оверпрайснутая. Если вы хотите велосипедную сумку, лучше просто купить себе велосипедную сумку, не трансформер. Она будет в разы лучше. Вы не будете переплачивать лишних денег, что самое главное. На что я заменю данную сумку. Один из вариантов это сумки Artlib. Я нашел у них неплохую переднюю сумку с креплением на руль, которая идет на жестком пластиковом креплении. Данная сумка отлично проработана. Пока не буду говорить, что это за сумка. Тем, кто разбирается, они уже, скорее всего, догадались. Тем, кто не разбирается, позже, после того, как я ее приобрету, обязательно выйдет на нее обзор, обязательно выйдет статья. И мы еще поподробнее о ней поговорим в одном из следующих выпусков подкаста. И переходим к последней сегодняшней нашей теме. Это планы по покатушкам. Что планируется? Что планировалось? Что перенеслось? Что отменилось? Мы планировали поездку в Рязань еще где-то в конце апреля месяца. Но так как карантин нам все обломал, и все наши планы поменялись, поездка в Рязань переносится на неопределенный срок. Я бы мог, конечно, съездить один, но все-таки вместе с Игорем будет намного веселее. А у него сейчас ЕГЭ, экзамены, у них тоже все перенеслось. И непонятно, когда мы сможем выбраться. Поэтому мы переносим данную поездку на конец лета. Пока что предварительно. Про дёрт-туринг поход я уже сказал, что если у нас получится взять у Инобайка и протестировать пару дёрт-туринговых фэтбайков на долгий срок, то мы бы с удовольствием сходили в поход выходного дня. Либо даже, может быть, спланировали полноценное какое-то велопутешествие по хавнищим, как это говорится, с использованием именно оффроуд-туринга. Это было бы очень здорово. Пока маршрут не строили, не знаем куда, но будем думать, будем решать. И поездка в Бородино, которая планировалась изначально, мы, в принципе, её осуществили. Только немножко поменялся маршрут. Мы через Бородино проехали, но по самому Бородино не катались. Мы сделали себе сбалансированный маршрут, в котором было немножко бездорожье, в котором было немножко гравийки, в котором был асфальт, и были красивые пейзажи с ночёвкой. Видос монтируется, видос выйдет до конца месяца, так что ждите. А по другим поездкам, я думаю, если ещё возникнут какие-то идеи, мы обязательно с вами поделимся. Это пока планы на ближайшие 2-3 месяца. Потом, возможно, появятся ещё какие-то идеи, куда мы захотим скататься, и, соответственно, тоже отснимем про это видео. Спасибо, что послушали данный выпуск подкаста. Постараемся вас чаще радовать новыми выпусками. Постараемся чаще выходить в прямой эфир, чтобы радовать вас какими-то новостями, своими мыслями. Будем стараться обсуждать последние новости. До скорой встречи!